Тракторист с новосибирского поля чудес, ставший знаменитым после вирусного видеоролика, просто очистил снег. В соцсетях распространилось видео с погрузчиком, который якобы сносит торговые палатки. Появилось мнение, что это относится к борьбе с незаконными мигрантами. Директор торгового центра, которому принадлежит машина, пояснил корреспондентам УТС, что это не так. Александр Сульдин разбирался в истории. Это видео набрало сотни тысяч просмотров и массу восторженных комментариев. Публика любит радикальные меры. А тут мощный погрузчик сносит уродливые палатки, возможно, нелегальных мигрантов. Это данные якобы авторитетных источников, знакомых с ситуацией. Вот это то самое место, где совсем недавно поработал ставший знаменитым трактор. Видим, что самая колоритная часть знаменитого «Поле чудес» стала немного чище, но тем не менее торговля здесь продолжается. И видим знакомый по этим местам ассортимент. Какая-то потертая одежда, телевизор GVC, настоящее японское качество, прямиком из 90-х. Ну и внезапно швейная машинка. Название «Поле чудес» это место носит десятки лет. Блошиный рынок, часть товара, одежда, своеобразный секонд-хенд, часть соленья и варенья из погребов, ну и со свалки тоже. Техника и велосипеды, например, чинили и продавали невзыскательным покупателям. Пугали водителей трамваев развалами прямо у путей и местных жителей обилием мусора. Юрий Колоколов живет неподалеку, постоянно ездит на 13-м трамвае. Грязь неполазная. Из-за того, что народу много, все свинятьят. А сейчас все культурно, аккуратно. Изменение вовсе не результат тракторной атаки. Здесь постоянно проводят рейды районной администрации. Специалисты изымают просроченные продукты при активном содействии руководству торговой компании. По ее заказу и работал погрузчик с известных кадров. Сергей Копешников – генеральный директор. Конечно, я был удивлен, когда я этот ролик увидел и увидел эти комментарии. Какие там эмигранты? Ну, обычно весенняя уборка территории, которую мы всегда производим. Трактор не палатки сносил, а убирал снег и мусор. Несколько продавцов отказались на время унести свой товар. Пришлось включить сирену. А торговцы скоро сюда снова придут. Убежден Сергей Копешников. Уж больно место проходное. Люди с трамвая идут по домам. Конечно, усилия прилагаются. Например, благоустроили трамвайное кольцо. Теперь есть основания выгонять с него торговцев. Нарушают порядок и озеленение. Постепенно, постепенно. Но мы порядок этот наводим и наведем. С поступком тракториста связывали и ликвидацию палаток на Хилокском жилмассиве. Однако, эмигранты кинулись их разбирать не с перепугу. Пять ярмарок оказались незаконными. Нарушения выявили в ходе рейда прокуратуры и специалистов ряда надзорных ведомств. Александр Сульдин, Александр Миняйло. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok